Сегодня в Щелковском районе ведутся публичные слушания по внесению изменений в генеральные планы городских и сельских поселений. Поселение Трубинское насчитывает более 4 тысяч жителей. Еще 10 лет назад, после прекращения работы градообразующего совхоза 10 лет октября, население в буквальном смысле слова вымирало. Сегодня есть и заполненный детский сад, и школы, но стабильного омоложения Трубинское еще не достигло. Дальнейшее развитие, занесенное в генеральный план, предложили жителям в процессе публичных слушаний, которое состоялось в субботу в деревне Литвинова. Конечно, мы постараемся, отдельный вопрос как-то решать, не дожидаясь генерального плана. Это нам такая очередная, план работы будет намечен. Ну а по решению, претворению в жизнь генплана будем всячески организовываться с помощью Щелковского института района. На территории запланирована постройка еще двух физкультурно-оздоровительных центров, реконструкция больницы, фельдшерско-акушерского пункта, пристройка к школе на 300 мест, строительство новых детских садов. Жители интересовались выделением территории под кладбище, судьбой погибающего леса перед деревней Мишнево, пунктами оплаты коммунальных услуг, а также затронули проблемы с мусором, с которым не справляются мусоровозящие компании. Очень понравилось то, что наши коллеги из администрации Щелковского района и из сельского поселения, из администрации на все отвечали, все записано, все будет профильтровано, рассмотрено и будет принято к дальнейшему исполнению. Реализация генерального плана планируется до 2035 года в два этапа. Первая очередь должна быть осуществлена до 2022 года. О том, что должно быть внесено в первую очередь, жители высказывались активно. Строительство станции скорой помощи в поселке Литвиново, потому что сейчас скорая помощь, допустим, до Мишнево или до Литвиново доезжает из Прязино или даже, наверное, из Щелково более трех часов. Территория, которая планируется для реконструкции больницы и поликлиники, там же планируется разместить одну бригаду скорой помощи. Главный вопрос, касающийся чуть ли не всех жителей Щелковского района, строительства объездных дорог. По первоначальному плану такая дорога затрагивает деревню Турбино. Жители высказали свою позицию, и я думаю, что при дальнейшей проработке генерального плана мы это учтем и отодвинем дорогу порядка не менее чем на 400-500 метров. С дорожного вопроса начались публичные слушания Ива Фрянова. В соответствии с генпланом на территории планируется поставить четыре детских дошкольных образовательных учреждения, реконструировать больницы с увеличенным числом коек, разместить три новых фока со встроенными бассейнами, расширить зоны кладбищ, коммунальных и производственных зон. Вопросы жителей касались и давно закрывшейся городской бани и закрытого для купания пруда. Обсудили наболевший вопрос, касающийся реки, система которой обводнена. Население сообщило властям и про зараженные территории, которые запрещены к использованию санэпидем нормами. Вопросы касались и коммунальных служб города, что особенно было отмечено администрацией. В частности, износ очистных сооружений, которые на сегодняшний день составляют 95%. Это для администрации серьезный вопрос, головная боль. Сейчас администрация над этим вопросом также работает, ищет источники финансирования для вложения в ремонт очистных сооружений. В принципе, по итогам сегодняшних публичных слушаний, самим климатом, подходом к решению вопросов я остался доволен. На памяти поселка это уже второй генплан, планируемый к реализации. Негативный опыт первого заставляет властей прислушаться к жителям сразу, обсудить все вопросы, не вынося противоречий на массовые митинги. Тогда генплан, заказанный фряновским поселением, так и не был реализован. Сегодняшние нововведения диктуются указом президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андреем Воробьевым. Предложения и вопросы жителей власти продолжают принимать и протоколировать. Согласование генерального плана пройдет до 1 июля этого года. Марина Познякова, Игорь Поляков, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».